Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Оксана. В сегодняшнем видео я хочу вам показать одежду, которую я шила для своей дочки. Также все ссылки на выкройки, по которым я шила одежду, я оставлю внизу под этим видео. И также оставлю видео, в которых я показывала, как шить одежду. Также это не вся одежда, это какая-то часть, которую можно носить сейчас весной. И я надеюсь, что, возможно, вы для себя возьмете какие-то новые идеи, либо выкройки, и сейчас сошьете что-то для своих детей. Это очень удобная, комфортная одежда, которую мы носили в течение года, начиная с того года с весны. Также осень, зима, носили в детский сад, на улицу. И сейчас я подробнее покажу и расскажу, что я шила. И первое, что хочу показать, это вот такой бомбер, который я шила для Саши в том году. Это была выкройка бомбера двухстороннего с капюшоном. Я эту выкройку покупала, и я купила на всякий случай, думала, может быть, шить по ней тоже ветровку. Поэтому я взяла такую выкройку, где есть тоже капюшон, либо можно сделать просто бомбер с воротничком. Очень такая удачная модель, мы ее носили в том году, тоже осенью в детский сад мы постоянно одевали. Когда на улице было прохладно, тоже одевали. И шить довольно-таки легко, и такая очень универсальная и удобная вещь. Поэтому ссылку я также, как я уже сказала, оставлю внизу под видео. Шила я бомбер из трикотажной ткани. Это футер с начесом, такая хорошая теплая кофта, как раз вот ребенку на такую прохладную погоду, либо одевать уже под куртку и носить в детский сад тоже очень даже удобно, потому что она на замке, и ее удобно ребенку застегивать. Дальше. Также вот такой костюм. Значит, костюм я шила также по выкройке, это кофта и штанишки. Сейчас тоже достану штанишки, покажу. Отличный костюм, тоже шьется очень легко. Также есть на YouTube мастер-класс по пошиву этого костюма. Я не снимала видео, но также оставлю выкройку внизу под видео, ссылку на выкройку. Очень удобный костюм. Можно и на улицу на каждый день носить, и также куда-то одеть на выход, либо в детский сад тоже очень удобно. И мы его относили вот начиная с весны. В том году весной я его шила. Мы его носили весной, также летом, когда было прохладно. Больше, конечно, мы носили брючки. И кофта, уже рукава у нас короткие, поэтому мы ее не носим. А брючки еще одеваем вот в детский сад. Тоже это трикотажная ткань. И хорошего качества. Колени у нас не вытянулись, поэтому единственное только. У нас чуть-чуть вот штаны, они уже отличаются от кофты, потому что штаны, как я уже сказала, мы носили чаще. Вот такие брючки со стрелками, с кармашками. Такой нарядный костюм. И вот такой тоже свитшотик с такими рюшами. Тоже красивый цвет я подобрала. И нравится мне эта модель. И Саша с удовольствием тоже носила этот костюм. Если думаете, шить планируете, то для девочки, я считаю, очень даже хороший такой вариант. Дальше. Вот такой свитшот. Значит, свитшот я шила, строила сама выкройку. Также делала вот это спущенное плечо, пробовала. Такая яркая ткань, розовая, мне очень нравится. Это тоже трикотажная ткань. Это тоже трикотажная ткань. Только футер внутри здесь идет петля. И он такой довольно-таки широкий. Но мне нравится, как он сидит на Саше. Он такой свободный, легкий. Очень хорошо смотрится, когда она одевает под черные джинсы. Ну, вообще под черные, под синие джинсы. Такой модный свитшот. И шить, в принципе, не сложно. И также построить выкройку тоже не сложно. Поэтому я оставлю ту же ссылку на видео, как я строила выкройку. Моделировала вот это вот спущенное плечо. Ссылку на это видео также я оставлю внизу в инфобоксе. Вот такой свитшот у меня получился. Дальше. Хочу показать еще один вот такой же костюм. Костюм я также показывала, как строить выкройку свитшотов, брючек и как шить. Значит, это велюр. Здесь в основном в составе хлопок. Поэтому он не очень хорошо тянется, когда шьете из велюра. Поэтому обращайте внимание, есть ли в составе ластан. Здесь его, по-моему, 10% или 20%, по-моему. И он не очень хорошо тянется. И я сделала штанишки такие более широкие, чтобы было удобно их носить. Очень приятная мягкая ткань. Саше очень также нравится. Она одевала в детский сад. Он не очень плотный такой. Как раз в детский сад хорошо, не жарко. И сейчас на весеннюю погоду, я думаю, как раз будет хорошо и удобно. Вот такие брючки тоже. Я показывала также, как построить выкройку таких штанишек. Здесь простая модель штанишек. Нету карманов. Все просто. И вот такой тоже свитшот. Это, как я уже сказала, велюровая ткань. Здесь у нас наклейка тоже просто. Она приклеена, даже не пришита. И, в принципе, она у нас держится, пока не отпала. Но лучше, конечно, ее пришить. Дальше. И у меня здесь остались две юбки. Такие простые модели, которые, в принципе, может шить любая начинающая швея. Не нужно никаких выкроек. Все очень довольно-таки просто. И ссылки также я оставлю внизу под видео. Юбочка всегда, я считаю, для девочки такой удобный вариант тоже. Одежды, одеть колготки, юбку. И смотрится уже совсем по-другому, чем когда ребенок ходит постоянно в одних брюках или в штанах. Вот такая простая модель юбки. Очень просто ее шить. Здесь просто вырезан прямоугольник. Нужно снять размеры ребенка. Вырезала я прямоугольник. Подшила внизу. И сверху собрана на резинку. Нет ничего сложного. И как раз тоже вот сейчас, на весну, на лето, можно сшить вот такую замечательную юбку. Это трикотажная ткань. И Саша тоже носила в детский сад. Ей очень нравится. И следующая вот такая юбочка. Джинсовая. Мне пишут по поводу этой юбки. Так как здесь джинс. Но это очень тонкий джинс. Спрашивают, как я шила. Это тонкий джинс. Плотностью 200 грамм. Легко шить. Просто так же юбку легко. И просто шить не нужна никакая выкройка. Нужно единственное только вот посчитать. Также померять ребенка. Снять мерки все. И вот посчитать вот эти полоски. Выкроить. Чтобы шить вот такую замечательную юбку. Тоже очень удобно. Сверху здесь просто собрано на резинке. И такая вот нарядная модель. Тоже можно так сказать для девочки. На все случаи жизни. Можно шить и для детского сада. И куда-то на выход выйти. И просто вот для прогулок на улице. И вот такая замечательная тоже юбка. Вот это все пока что я хотела вам показать. Также у меня есть еще кое-какие вещи. Которые я шила для Саши. Также платья. И я думаю, что возможно в ближайшее время я еще сделаю такое же видео дополнительно. И покажу все остальные вещи, которые мы носили в том году летние. Это будет уже такой более летний гардероб. Также покажу платья, которые я шила. И также планирую еще шить тоже платья на лето для Саши. Обязательно сниму мастер-класс, запишу. И покажу, как я это буду делать. На этом все. Если вам понравилось видео такого формата, такое обзорное видео, поддержите меня пальцем вверх. Буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ссылки на все выкройки и на видео я оставлю внизу под этим видео. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok